Из-за смены управляющей компанией в Зато-Заозерск горожане давно не видели специализированной техники на улицах города. Жители вынуждены были пожаловаться губернатору на обледенелые дороги и мусор во дворах. Глава региона пожурила местную администрацию и теперь здесь проводят работу над ошибками. В Зато-Заозерск осадков в этом году выпало намного больше нормы. Даже рядом с администрацией стоят сугробы с человеческий рост. А вот колейность во дворах, на которую жаловались горожане губернатору, исчезла сама собой. Пару теплых дней и трамвайные пути изо льда растаяли на радость автовладельцам. Мы живем на севере. Снег падает. По требованиям ГИБДД дорога соответствующим образом должна обслуживаться, расчищаться. Если она неважно расчищается, либо есть наледь, либо еще что-то, должна быть осуществляться подсыпка. Так вот за этот год, если честно, я на своей памяти не помню, сколько песка было высыпано, чтобы у нас не было гололеда. Ну, соответственно, снег растаял, этот песок сейчас весь на улицах. Не дожидаясь смены управляющей компанией в ЗАТО, градоначальники заключили договор с подрядчиками. И те рьяно приступили к работе. На центральных улицах убирают песок, скопившийся за долгие зимние месяцы вдоль проезжей части. С генеральной уборкой в ЗАТО явно опоздали. Некоторые жители, не дожидаясь приглашения, сами убирают придомовые территории. Ну да, чтобы ходить можно было, потому что здесь никогда не убирали. То есть, все сами, своими силами. Навести лоск после долгой зимы без помощи горожан вряд ли удастся. Дважды из-за погодных условий власти отменяли общегородской субботник. Очередное объявили на ближайшие выходные в надежде, что служба не помешает военным взять в руки лопаты.